Всем привет дорогие друзья! Наборы по фильму Бэтмен, самый успешный сет года по ниндзяка и анонсы огромного бульдозера техник. Об этом и не только в пятом выпуске новостей Лего на моем канале. Обязательно подпишитесь, если не хотите пропустить выход новостей из мира конструктора. А теперь приятного просмотра! Как издавна заведено, а именно вот уже 4 понедельника подряд, начинаем мы сегодня с официальных анонсов. Интернет-магазин, то есть за раз Канада, опубликовал изображение нового пака серии Лего Минифигурс, состоявшегося под артикулом 666-78. Одна такая небольшая упаковка включает в себя 6 случайных пакетиков с фигурками по Marvel Studios. Стоимость всего предмета ожидается в 30 канадских долларов, что в переводе на российскую валюту составит примерно 1700 рублей. Напоминаю, что один пакетик с минифигуркой в России продавцами предлагается за 279 ссылковых. То есть 6 таких изделий обойдутся заинтересованным гражданам в 1674 рубля. Так что какого-либо сакраментального смысла приобретать данный продукт не имеется. Впрочем, до сих пор отсутствует информация относительно того, появится ли вещь в России или нет в принципе. Есть большая вероятность того, что она получится очередным региональным эксклюзивом. В данном случае для Канады. Центральная новость недели. Анонс самого грандиозного сэтотехник нынешнего года. 421-31. Бульдозер КАД-D11. Артикул содержит внутри себя 3854 элемента. Согласно официальному описанию, данной моделью возможно управлять с помощью мобильного приложения. Из функционала доступны движение, управление ковшом, лестницей, а также рахлителем. Гусеницы в сэте представлены ранее абсолютно неюзанные. По крайней мере, аналогичные детали до этого события были гораздо меньшего размера. Цена указанного спецтранспорта составит целых 450 долларов. А в России наборы данной ценовой категории распространяются за 38 тысяч рублей. Релиз бульдозера назначен уже на 1 октября. В прошлом я уже говорил о сэте Камп Ноу футбольный клуб Барселона. Как и для большинства подобных супердорогих комплектов, в качестве подарка к нему компания Лего подготовила небольшой подарочный набор. И вот совершенно недавно появились официальные изображения этого презента. 404-85. ФК Барселона. Праздник. Предмет имеет 178 элементов и 4 мини-фигурки, представляющие собой фанатов футбольного клуба Барселона. Один из мужчин располагается на инвалидной коляске, достаточно редкой в природе детали. Расстраивает, однако, что элементы флагов, а также шарф содержат всего лишь наклейки. Хотелось бы увидеть на их месте принты. Но всё равно, сдаётся мне это очень годный сет. Один из самых удачных среди товаров данной категории. Анонса стадиона, увы, пока что не произошло. Но выйти он должен в середине сентября, значит его официальные фото уже на подходе. В своих роликах я неоднократно затрагивал тему, касающуюся нынешнего катастрофического состояния серии LEGO DC Супергерои. Наборов по франшизе с каждым последующим годом появляется всё меньше и меньше, а выводятся они из эксплуатации всё быстрее и быстрее. Связано это, я полагаю, как с отсутствием спроса, так и затянувшейся паузой в появлении новых кинопроизведений вселенной. За последние два года в мировом прокате состоялось всего лишь 4 DC-шных картины, трем из которых их авторами был объявлен возрастной рейтинг 18+. Речь сейчас идёт про Хищных Птиц, Лигу Справедливости Зака Снайдера и Отряд Самоубийц Миссия на вылет. Чтобы не возникало похоронных настроений, скажу, что буквально на днях появились первые слухи относительно сетов серии, выход которых назначен на 2022 год. Согласно заявлениям авторитетного сливера LEGO Club News в феврале грядущего года к производству ожидаются сразу три сета по фильму «Бэтмен». Их названия, к сожалению, пока что неизвестны, а инсайдерам проговаривались только лишь артикулы и стоимость изделий. Бэтмен первая за достаточно продолжительное время картины DC, обладающая невзрослым рейтингом. Мало того, дополнительно ожидаются три премьеры. Так что есть большая вероятность того, что серия DC-супергерой скоро выйдет из анабиоза, и датчане замутят продукцию из лего-кубиков по всем четырём озвученным выше направлениям. В начале нынешнего года на свет появился самый большой набор серии Лига Ниндзяга в истории – сады, посвященный десятилетию франшизы. Совершенно недавно благодаря Бриксету стало известно о том, что Лига планирует прекратить производство указанного товара к концу 2022 года. То есть в общей сложности на полках магазинов сады пробудут чуть менее двух лет. Для сравнения, Ниндзяга Сити продавался два года и три месяца. То есть разница между этими двумя артиклами не сильно большая. И новинку можно назвать скорее успешным продуктом, нежели неудачей. А это в свою очередь может означать, что в будущем стоит ждать ещё больше подобных модульников. И как минимум один такой предмет направится на общий рынок уже совсем скоро. Далее. Сеты подводной Дар Судьбы, Водный Дракон и Титановый Мексейна собираются рожаться как минимум до 31 июля 2023 года. Это показатель факта, что с прилавков эти трое разлетаются подобно горячим пирожкам. Если же говорить о 717-38, то он станет нагружать мощности конвейера компании в общей сложности 2 года и 6 месяцев, что автоматически делает его одним из самых успешных комплектов темы за всю её историю. Но имеются среди новинок, к сожалению, также и неудачные примеры. Это сверхзвуковой райдер, загнуть производство которого до Ченни готовится не позднее июля 2022 года. То есть отведено райдеру чуть более одного года. Это, конечно, не самый вопиющий случай в природе, но и успехом данный показатель назвать трудно. Но что меня больше всего удивило в информации от Бриксет, так это судьба комплекта Электро МехДжея. По планам леговцев, последний продолжит пилиться вплоть до декабря 2022 года. То есть готовится прожить столько же, сколько и Садынин Сяга Сити. Надо думать, среди своей целевой аудитории набор продаётся отлично. Теперь о супергероях Марвел. Я уже говорил в одном из прошлых новостных роликов, что нападение на мастерскую Паука продолжит реализовываться вплоть до конца 2023 года. Так вот, идентичный срок употребления обозначен также на Дейли Бьюгл и Битве в Древней Деревне. Очень рад за последний сет, поскольку, на мой взгляд, свой успех тот целиком и полностью заслужил. Наборы по мультсериалу, что и если, у их на данный момент существует две штуки, функционеры компании выведут из эксплуатации до 31 декабря 2022. То же самое касается и абсолютно всех сетов типа Инфинити Сага. Но есть и те товары, которые не переживут даже 2021. Это монстр-трак Человека-паука, тачка Призрачного Гонщика и Железный Человек против Таноса. Эти комплекты, судя по всему, продавались не слишком активно. Совсем скоро наступит 1 сентября, а это значит, что к выходу ожидается очередная партия новинок. Всего в продажу к нам залетит 12 комплектов. За последнюю неделю в сети засветились анонсы сразу двух новых выпусков журналов Лего. Первый из них – ниндзяга Легаси, имеющий в качестве содержимого две мини-фигурки, а именно Зейна и Вайплэша. В кои-то веки леговцы выкатили номер наследия без повторок. Да, скелеты в печатных изданиях ранее уже появлялись, и не раз. Но новинка отличилась от себе подобных наличием пояса синего цвета. Крайне сомнительно, что данный выпуск доедет до России. То же самое касается и второго журнала по теме Лего Звездные войны, включающего в себя сборную мини-модель турбо-танкоклонов, причем достаточно массивную. Появился новый официальный трейлер игры Лего Стар Ворс за Скайуокер сага. Напомню, с момента первого анонса продукта прошло более двух лет. С тех пор игра несколько раз переносилась по срокам, а последние полгода и вовсе имела неопределенную дату релиза. 25 августа состоялся Gamescom 2021, на котором TT Games спустя долгое время показала новый трейлер игры, а также объявила ее примерную дату рождения – весна 2022 года. Получается, что с момента анонса до релиза пройдет примерно 3 года, и это в том случае, если ее в очередной раз не перенесут. Дошло до смешного. Сеты, последний бой на Звезде Смерти и транспортный корабль Сопротивления, произошедшие летом 2020 и содержащие внутри себя код для разблокировки уникальных персонажей в Скайуокер саге, прекратят производиться уже в ближайшие месяцы, то есть до выхода собственной игры. А на этом все. Новостей за прошедшую неделю произошло не слишком много. Затишье ли это перед бурей или нет, узнаем через 7 дней. Пишите в комментариях ваше мнение относительно ролика. Всем огромное спасибо за просмотр, всем пока!